На связи город-герой Севастополь и Татьяна Вадя. Пожалуйста, поставьте цифры в чате, насколько хорошо меня слышно. Цифры от 1 до 10, где 1 слышно плохо, а 10 слышно хорошо. Итак, у нас небольшая задержка со звуком. Итак, жду ваших плюсиков в чате, чтобы мы могли начать. Отлично, пошли десяточки. Это значит, что все в порядке. И что мы начинаем сегодняшний вечер, который, я верю, принесет вам много всего полезного, интересного. И вы узнаете, как укрепить память, а также внимание, мышление в любом возрасте, вне зависимости от возраста. И как это сделать максимально простым и приятным способом всего лишь за 7 минут в день. Давайте сейчас обсудим буквально парочку технических вопросов. Если кому-то меня не слышно, если возникают проблемы с эфиром, попробуйте обновить страницу. Для этого прекрасно подходит кнопка F5. И если это не помогает, то смените браузер. Chrome подходит хорошо. Можно использовать его, либо какой-то другой. Также давайте договоримся, что будем друг другу помогать. Если кто-то присоединился и у него нет звука, слайдов, чего-то еще, а вы знаете, как ему помочь, напишите, пожалуйста, человеку, чтобы я не отвлекалась от основной темы, и чтобы мы с вами шли по программе и взяли как можно больше полезных упражнений сегодня. Также, особенно в ситуациях сегодняшней, когда очень непросто все во всем мире, в том числе и у нас в Крыму, давайте сделаем наш вебинар пространством света, добра, взаимного уважения. Я понимаю, что фрустрированные люди, просто злые, те, кому что-то не нравится и что-то не подходит, они будут всегда. Но если вам что-то не нравится, или в моем выступлении, или во мне, или в тех, кто сегодня здесь собрался, просто нажмите на красный крестик в правом верхнем углу и покиньте сегодняшний вебинар. Здесь останутся те, кому это действительно нужно, кому это действительно интересно. Я обещала еще до начала вебинара, что буду отвечать на вопросы. Это будет у нас в конце. Поэтому, если у вас возникают какие-либо вопросы, не по конкретному упражнению, которое мы сейчас делаем, не по тесту, который мы проходим, а в целом о памяти, по вашей какой-то ситуации, то в этом случае записывайте вопросы в файле или на листок бумаги, и в специально отведенное время я отвечу максимально на те вопросы, на которые успею. Вот такие у нас на сегодня правила. А сейчас давайте посмотрим, что сегодня нас ждет. Мы с вами познакомимся. Я расскажу больше о себе. Вы расскажете о себе. Проведем тестирование вашей памяти. Обратите внимание, что это тестирование особое. Я его раньше применяла только для клиентов в коучинге. Даже в разовом консалтинге не всегда его давала. Но решила сегодня поделиться этим тестом с вами. В интернете вы его не найдете. Рассмотрим главное правило крепкой памяти. Возьмем несколько фишек, несколько упражнений. И очень важные вопросы, потому что с некоторыми из вас мы общались еще до начала вебинара. Вы задавали свои предварительные вопросы, выкладывали домашние задания. И я поняла, что такие вопросы актуальны. Действительно ли существуют возрастные проблемы с памятью? И что делать в этой ситуации, когда у вас или у вашего близкого человека с возрастом память и внимание ухудшаются. Также про женские особенности восприятия. Почему женщины и мужчины видят, в чем-то даже мыслят и запоминают по-разному. И, наконец, как лучше всего организовать свои тренировки, чтобы укрепить память. Напоминаю, за 7 минут в день. Ну а сейчас, позвольте представиться. Меня зовут Татьяна Петровна Бадя. И я бизнес-тренер, профессиональный преподаватель. Сотрудничаю с такими компаниями, как Ораторика и Пятый элемент. Так, москвичи точно знают эти компании. Те, кто не из Москвы, возможно, о них тоже слышали. Это крупнейший на российском рынке. Также я редактор. Вот на слайде у меня написано 61 деловой книги. По факту их уже 62. И 62-ю буквально на днях отредактировала. И те, кто останутся до конца занятия, узнают, что это за книга. Она посвящена в том числе и памяти. У меня много публикаций. И даже обо мне есть статья в Космополитен. Думаю, дамы знают, что это за журнал. У меня есть своя методика развития памяти, внимания и скорочтения. И мышления в целом. И обратите внимание, что она признана на государственном уровне. И среди крупных компаний. На экране вы сейчас видите некоторых моих клиентов. Это известные компании. Сюда еще не поместился Ниссан и Банк Москвы. Я проводила там либо корпоративы, либо занималась стопами этих компаний в индивидуальном коучинге. И по поводу признания на государственном уровне. Вы видите на экране благодарственные письма из Министерства экономического развития по серии тренингов, которые я там с 2008 года проводила. И из кадрового резерва социальных работников Российской Федерации. На сайте у меня можно эти письма увидеть в большом варианте. Но здесь для тех, кто, может быть, сомневался, кто я такая и почему имею право вас обучать, вот, пожалуйста, вам и ответ. А сейчас давайте познакомимся с вами. По поводу городов. Многие уже написали. Уже подготовленные участники вебинара знают, откуда надо передавать привет. Вот прямо сейчас идут уже приветы. Прага, Тольятти и так далее. Те, кто еще не написал, из какого вы города, напишите в чат. Здесь многие уже нашли людей из своей области, из своего города. И это очень-очень приятно. Также большое спасибо тем, кто сейчас откликается на вопросы вновь приходящих участников, у которых что-то не сработало. Большое спасибо вам за это. Вот и пошли города. Калининград, Чебоксары, Тобольск, Казань, Киров, Архангельск, Таганрог, Омск, Тамбов, Питер, Киев, Минск, Севастополь, Астанак, Кыргызстан, еще Киров, еще Таганрог, Испания, Уфа, Сургут, Челябинск. Все, уже дыхалки не хватает считать дальше города. У нас действительно очень широкая аудитория. По-моему, это прекрасно. Напишите еще, пожалуйста, в чате, чем вы занимаетесь. Может быть, вы учитесь, может быть, работаете или уже на пенсии. Может, у вас свой бизнес или вы занимаетесь домашним хозяйством, находитесь в декрете или какой-то еще у вас вариант. Это поможет мне понять, кто у нас в эфире, какие вопросы наиболее актуальны и на что сделать упор. Продолжают идти города. Мне очень приятно, что я увидела в эфире своих давнишних знакомых, тех, кто у меня уже давно обучается. Но вижу и много новых лиц на пенсии. Пенсионер, работаю, педагог. Пенсионерка, свой бизнес, декрет, пенсия. Пенсия, риэлтор, редакция газеты, много пенсионеров, пошив коллекционных кукол, учитель музыки. Кто-то просто говорит, работаю. Так, есть и студенты. Так, свой бизнес, научный институт. Ну что же, много разных вариантов, и я думаю, это тоже прекрасно. Архитекторы есть и еще есть риэлторы. Отлично. Я приглашала риэлторов, которые приходили ко мне на недавний вебинар по копирайтингу, сегодня присоединиться к нам, и особенно приятно, что вы откликнулись. Спасибо вам. Сейчас оцените от единицы до десяти. Насколько тема укрепления памяти и внимания важна для вас? И давайте сразу договоримся, что если вы пришли ради какого-то близкого человека, я знаю, что у кого-то у папы или у мамы проблемы с памятью возрастные, у кого-то, может быть, супруг или супруга их испытывают, у кого-то у ребенка внимание слишком быстро переключается. Если вы пришли ради кого-то из своих близких, то все равно оцените, насколько вам важно помочь им решить эту проблему. Есть десятки, ученицы 11 класса. Здорово, мне нравится работать с молодежью, и в некоторых ситуациях, у нас даже на недавнем кастомарафоне, старшеклассник сделал всех. То есть он настолько был работоспособен, настолько ненасытен в плане знаний, так что приятно, что у нас есть и молодежь сегодня. Ради мамы пришли. Десять. Ну пока от восьми до десяти, вот у кого-то шесть с половиной. Скорее для профилактики и отлично. У кого-то пять. Давайте так договоримся. Мне интереснее работать с мотивированными людьми. То есть если вы просто шли мимо, увидели ссылку, ну схожу, ну зайду, ну потусить вечерком, то лучше нажмите на красный крестик в правом верхнем углу. Думаю, что вам сегодняшнее мероприятие будет не особо актуально. Если чувствуете, что тема действительно важна, давайте работать. Потому что сегодня будут не только песни-пляски, не только какие-то веселые упражнения, но при этом мы будем и очень серьезные темы затрагивать. Если вы к ним не готовы, то я думаю, что честнее будет и для вас лучше, и для нас, если вы покинете эфир. Хорошо. Так, еще знакомые люди появились. Рада встрече, Диана. И идем дальше. Я вам расскажу сейчас небольшую часть своей истории. Своей истории неофициальной. Официальную, со всеми регалиями вы уже узнали. И часто возникает такое заблуждение у тех, кто приходит на тренинги по памяти, что сейчас меня будет обучать человек, который родился с суперпамятью. И действительно, таких тренеров, которые рождаются с суперпамятью, и потом учат других ее улучшать, их много, может быть, даже большинство. У меня было совсем по-другому. С детства у меня была слабая память. В школе периодически приходилось зубрить. И доходило до того, что я избегала называть людей по именам. Едва не завалила экзамен по истории, потому что просто все забыла. Но не это было самым печальным. Страдала в том числе и моя личная жизнь. Можете представить, как злился мой парень, когда его называла чужим именем. Или забывала о назначенном свидании. И, наконец, в старших классах школы я влюбилась. Это был очень талантливый мальчик. Он был капитаном баскетбольной команды, играл в школьном театре. И был настолько крутым, что я буквально не решалась к нему подойти. Однажды получилось так, что мои мечты разбились в дребезге. Потому что получилось следующее. Он играл на сцене в спектакле о Великой Отечественной войне. И мне пришлось по каким-то своим обстоятельствам уйти пораньше, до окончания спектакля. Я шла через спортивную площадку и увидела, что парень, который остался на сцене, в плену у фашистов, играя разведчика, он играет себе спокойно в баскетбол. Это было просто физически невозможно. И тут я поняла страшную вещь, что это были два абсолютно разных и, более того, внешне даже совершенно непохожих парня. Моя память была такой ужасной, что я не смогла запомнить даже лицо любимого человека. И тогда я осознала во всей красе, что действительно пора что-то менять. Стала пробовать разные упражнения, разные методики, что-то срабатывало, что-то нет. Но в итоге я смогла улучшить свой результат. Я не буду сейчас хвастаться, что у меня супер-гипер-память, что я на 110% запоминаю все вокруг и так далее. Этого нет. Однако я избавилась от тех страшных вещей, которые происходили с памятью и вниманием. И я уже многим людям помогла сделать то же самое. Итак, что помогло избавиться мне от проблем с памятью? Первое – это вера в то, что я смогу. Второе – это регулярные упражнения. Ими я поделюсь с вами сегодня, своими самыми любимыми. Также мне помог некто, мистер Икс. Сейчас я расскажу подробнее, и это будет первая на сегодня фишка, которую я советую вам для себя записать. Потому что обращение к этому специалисту не является очевидным, когда человек сталкивается с проблемами памяти и внимания. Итак, что же это за таинственный мистер Икс? Это остеопат или мануальщик. Давайте сразу задам наперед вопрос. Кто из вас ходил, скажем, за последний год к остеопату или мануальщику? Если ходили к остеопату, поставьте цифру 1, если к мануальщику цифру 2. Потому что действительно это очень и очень важно. Оказывается, что многие наши проблемы связаны именно с позвоночником. У подавляющего большинства людей очень серьезные проблемы с грудным и шейным отделами позвоночника. И когда я сходила к хорошему остеопату, здесь в Севастополе, это военный врач, он рассказал, что за последние годы он фактически не встречал людей, у которых не было бы проблем с этими двумя отделами. Да, поясница, про поясницу многие знают, грудной отдел и так далее. Но вот особенно шейный страдает практически у всех. И что это означает? Что в мозг поступает меньше крови. А значит меньше питательных веществ, сложнее сосредоточиться, сложнее удержать внимание, труднее запоминать и вспоминать. Поэтому особенно те из вас, кто поставили сейчас нолики, кто поставили прочерк, кто не ходил к этим специалистам, записывайте себе фишка номер один. Сходить к остеопату или мануальщику. Как это сделать? Лучше всего, если пойдете по рекомендации, кого-то из знакомых в своем городе, то есть к проверенному специалисту. Если такого нет, то по возможности запишитесь к нескольким специалистам на один сеанс. Не покупайте сразу, не платите кучу денег, сразу много сессий. И послушайте, что они вам о вас расскажут. Кому вы больше поверите, кто будет ближе к действительности, к тому и идите. Я испробовала довольно много специалистов, как остеопатов, так и мануальщиков. В итоге на остеопате в этом военном враче остановилась. И он даже сказал такую ужасающую вещь, что оказывается у меня была серьезная родовая травма. Настолько серьезная, что мне врачи, когда из мамы меня вытаскивали, чуть не оторвали голову от шеи. Можете себе представить, насколько это сильно сказалось на моем здоровье. Это была одна из причин ухудшения моей памяти. Но об этом не знала ни мама, ни я, ни кто другой. При позвоночных грыжах можно, нужно. Сходите, но очень-очень аккуратно сразу скажите, что у вас грыжа. И чтобы специалист посмотрел и сказал, что он может сделать. Вот такие вещи иногда открываются, но пусть вас это не пугает. Лучше узнать о реальной причине проблем и по возможности решить эту проблему. В чем разница между остеопатом и мануальщиком? Не будем сейчас на этом заострять внимание. Посмотрите в Википедии, либо сходите, убедитесь на практике. Кто-то говорит, что разница минимальная, но там есть разные течения в их практике. И в моем случае мануальщики были не жесткими, не такими костоломыми, костоправыми, а ближе к остеопатам. Хорошо. Сейчас я предлагаю пройти тот самый тест, который поможет определить, что на сегодняшний день с вашей памятью. Для этого возьмите, пожалуйста, бумагу и ручку, либо откройте файл. Попросите, чтобы вас никто не отвлекал в течение ближайших 10-15 минут. И расслабьтесь. Не надо сейчас напрягаться. Если вы собираетесь тестировать не себя, а своего родственника, кого-то из родителей, супруга или супругу, либо ребенка, сделайте это после эфира. Не надо тащить сейчас человека в эфир, подвергать его лишнему стрессу, чтобы он слушал мои комментарии. Просто записывайте вопросы, варианты ответов и потом отдельно проводите для него тест. Врача в Севастополе в личку мне потом напишите, я подскажу. Итак, те, кто готов к тестированию, поставьте плюсики в чат. Пожилых уже не берут, это как не берут. Вот как раз частные остеопаты-мануальщики и часть государственных, они помогают. Другое дело, что от людей, у которых уже начались изменения в головном мозге, от них отказываются невропатологи и все государственные службы, по крайней мере большинство. Вот это уже страшное дело. А частники, они берут и очень в пожилом возрасте людей иногда помогают настолько, что те просто становятся на колени и начинают им руки целовать. Хорошо. Вижу, пошли плюсики. Я вас сразу хочу предупредить, что, возможно, вопросы вам покажутся некоторые слишком простыми, некоторые слишком сложными, некоторые вообще странными. Тем не менее, эти вопросы протестированы на многих моих клиентах. Они отобраны специальным образом для того, чтобы посмотреть различные функции памяти, внимания и мышления. Итак, переходим к первому вопросу. Сколько вам полных лет? Ответьте вслух. Сколько вам сейчас полных лет? И запишите себе на листок. Букву А. Если вы ответили правильно сходу. Если сомневаетесь правильно-неправильно ответили, то можете проверить в паспорте. Б. Ответили правильно после вычислений, либо припомнили, так, в каком там я году родилась или родился, какой сейчас год. Ага, мне, например, 23 года или мне 71 год. Вы ответили неправильно или отказались отвечать. Обратите внимание, что ваши родственники, когда вы их будете тестировать, они могут отшучиваться. Например, сказать, ох, сколько бы ни было лет, все мои. Или, ну как ты женщину спрашиваешь о ее возрасте? Все равно добейтесь ответа на вопрос. Человек помнит, сколько ему лет, или он не помнит? Это крайне важно. И, кстати, кто хочет, вы можете свой ответ, свой вариант А, В или В писать в чат, чтобы я видела, что мы продвигаемся по тесту. Можно даже написать 1, например, А. Или еще как-то, чтобы я видела, на какой вопрос вы сейчас отвечаете, и можем ли мы двигаться дальше. Если не хотите прилюдно отвечать, то в этом случае можете это не делать. Вот, Тамара написала А. Я вижу, что уже есть люди, которые прошли этот пункт. Любовь, Нина тоже А. Хорошо. Давайте перейдем к следующему вопросу. Вопрос второй. Были ли у вас травмы головы или шеи? Включая сотрясения, удары при занятиях спортом, при автокатастрофах и так далее. Вариант А, абсолютно точно не было. Что значит? Это значит, что в вашем сознательном возрасте не было таких травм. И вы узнавали у своих родителей, бабушек, дедушек, что в вашем детстве не было таких травм. Они подтвердили, что нет, точно не было. В, если вы сомневаетесь, что может быть в детстве что-то было, как у меня оказывается родовая травма, которую я даже не подозревала, то в этом случае ответьте В, вы не уверены. Возможно, что-то было, а может и не было. Либо, если у вас были незначительные травмы, незначительные по определению врача. Вы пришли к врачу, он вас осмотрел и сказал, да и все в порядке. В были травмы, а также, если вы занимаетесь спортом профессионально, непрофессионально, но активно, таким спортом, как бокс, все виды борьбы, футбол и все виды спорта с мячом, то тоже ставьте себе В. У меня довольно много было спортсменов в личном коучинге, и мы с ними даже проводили эксперименты, когда они активно боксируют с кем-то в паре, то есть не сами с грушей, а с другим человеком получают по лицу, у них в течение ближайшего месяца снижаются показатели памяти, внимания и так далее. Перестают заниматься боксом, то есть нет ударов по голове, тут же улучшается. Поэтому обратите внимание, я не призываю спортсменов завязывать с этим делом, просто честно ответьте на этот вопрос. Третий вопрос. Часто ли вы забываете, зачем пришли в комнату или о чем только что собирались сказать? Ответ А. Не чаще, одного-двух раз в месяц, и при этом, обратите внимание, всегда вспоминаете, что хотел или хотела сказать или сделать. То есть натренировали себя так, или у вас такая врожденная способность, что вы всегда вспомните в 100% случаев. В. С вами такое происходит, что вы забываете не чаще одного-двух раз в неделю. То есть пару раз что-то случилось такое, но может быть и... Может вспомнили потом, может быть не вспомнили. В. Если с вами такое происходит чаще одного-двух раз в неделю, соответственно, ваш будет ответ В. Смотрю здесь очень по-разному. Если на первый вопрос большинство все-таки ответили А, были ответы В и В, но их было меньше, то здесь уже совсем по-другому. Переходим к следующему вопросу, четвертый. Насколько хорошо вы помните последнюю прочитанную книгу? Вот здесь давайте не будем хитрить, речь идет не о той книге, которую вы читаете сейчас, и на которую можете посмотреть, а та, которую вы дочитали до этого. Может быть вы ее дочитали сегодня утром или вчера, может быть неделю назад, а может быть 10 лет назад. Я не знаю, как часто вы читаете. И вспомните ее автора, название, сюжет, если это художественное произведение, либо основные тезисы, если это учебник, деловая литература и так далее. И здесь варианты следующие. А, легко вспомнили всю информацию, можете подробно пересказать книгу. Но обратите внимание, что значит подробно пересказать, что вы в течение минимум 15-20 минут можете рассказывать содержание этой книги. Они в двух предложениях. То недавно у меня в коучинге один участник решил вот так проскочить через этот вопрос. Он говорит, ну да, да, там вот очень полезная информация, но я ее всю знаю. Говорю, окей, а что за информация-то? Может я ее не знаю? Ну там вот всякое разное. В итоге оказалось, что у него все-таки ответ был B. Он помнил часть информации без деталей. Я вижу, что у многих тоже B. Если не помните, какую прочитали последнюю книгу, либо вообще не читаете, потому что в книге они развивают память. И обратите внимание, читать статью и читать книгу – это два разных процесса. Речь именно о книгах. В этом случае у вас будет ответ В. Итак, пятый вопрос. Как часто вы выполняете специальные упражнения для памяти, внимания и мышления? Кроссворды и компьютерные игры, даже которые там на логику и там нужно стратегию простроить, как победить соседнее королевство – это не в счет. Почему кроссворды не в счет? Я рассказывала на своем мастер-классе по развитию левого полушария и рассказывала, что там считается, что не считается, что его развивает, а что лишь дает иллюзию. Вот. Не будем сейчас на этом более подробно останавливаться. Просто посмотрите, как часто вы делаете специальные упражнения. Пять раз в неделю или чаще – это будет А. не реже одного раза в неделю – это Б. И В – реже одного раза в неделю. То есть, что вы делаете раз в месяц, что вы вообще не делаете – это примерно одно и то же. Очень понравился комментарий о том, что не мыслилась в своей жизни без книг. Здорово. Итак, пошли ответы на пятый вопрос. Пока много В, но есть и В. Учеба считается, смотря какая. У большинства В не делают. Шахматы. Шахматы, кстати, да. Шахматы, да. Причем, если вы играете спонтанно или если вы специальные схемы используете, это в любом случае развивает. Так, есть пятерки А, но слава Богу, те, кто подписан на наш электронный журнал «Тренажерный зал для мозга», там как раз пять упражнений на пять рабочих дней недели и ответ А. Очень меня порадовали, от сердца аж отлегло, что есть те, кто занимается. Отлично. Про себя могу сказать, что когда я всерьез взялась за память, то я делала не то, что пять раз в неделю, я делала некоторые упражнения семь дней в неделю и по нескольку раз. Судоку – это вот примерно к кроссвордам. Угу, хорошо. Совсем не делаю, что тогда. Это вариант В. И, наконец, еще один провокационный вопрос. Шестой. Где сейчас находятся ваши ключи от квартиры? Ответьте. Сначала ответьте, лучше вслух. Не про себя, что, ну, они там где-то... О, точно. Да, запишу ответ А. Отвечаете вслух и далее проверяете, правы ли вы. Ставите себе А. Если ключи оказались именно там, где вы предполагали. То есть вы сказали, они в сумке. Вы смотрите в сумку, ключи там. Если у вас было несколько вариантов, например, так, то ли они висят в прихожей, то ли в кармане, то ли в сумке. И смотрите, они действительно в сумке. То это уже вариант В. То есть вы не назвали четкое, конкретное место, где находятся ключи. И, например, В, если вы ошиблись, или еще такой вариант, если, например, вы живете со своими пожилыми родителями и вы им не доверяете вообще ключи, потому что знаете, что это слишком опасно, они, скорее всего, потеряют, то их даже не мучайте этим вопросом, просто ставьте В. Итак, здесь А. У многих А, благодаря тому, что даже используют самоорганизацию, то есть заставляют себя каждый раз класть в одно место. Есть ответы В, но есть и ответы В, то есть могли ошибиться. Хорошо. Сейчас давайте уже перейдем к подсчету результатов. За каждый ответ А начислите себе 2 балла. За каждый ответ В – 1 балл. За каждый ответ В – 0 баллов. И подсчитайте сумму. Те, кто готов, напишите, пожалуйста, в чат, сколько у вас получилось в сумме. Если вы готовы поделиться своим результатом. Если не готовы, то просто ставьте плюсик, чтобы я видела, вы закончили и готовы уже идти дальше, то есть узнать, как расшифровывается все это дело. Так, 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 очень разные варианты. Пока увидела от 1 до 11. Причем по фотографиям не всегда можно понять, но у некоторых людей, даже старшего возраста, есть 11 баллов, а у некоторых молодых людей – 1 балл. Может быть, это написали те, кто только-только подключился или кто из 6 вопросов ответил только на часть. Давайте сейчас посмотрим, что все это означает. Я сразу вас очень сильно прошу, у кого получилось не очень много баллов, не надо хвататься за сердце, не надо отключаться от чата и слишком сильно переживать. Я скажу, что с этим можно сделать, но действовать придется очень быстро. У кого-то получилось 20 баллов, при том, что максимум – это 12. Очаровательно. Итак, те, у кого 11-12 баллов. Мои вам поздравления. У вас прекрасная память, у вас активное мышление, и вы, скорее всего, выполняете какие-то специальные упражнения, либо, может быть, сами об этом не подозреваете, но активно тренируете свою память. Значит, все в порядке, главное, не прекращайте свои занятия, и можете их усилить теми упражнениями, теми фишками, которыми делюсь с вами я. Те, кто пропустил часть вопросов, вот Сергей писал, в этом случае можно будет потом в записи посмотреть. Я думаю, организаторы хотя бы на денек оставят запись, чтобы могли те, кто опоздал, посмотреть. Итак, если у вас 9-10 баллов, это уже вполне неплохо. Поддерживайте свой мозг в тонусе и пометьте себе, вот эта фишка для вас, персональная фишка для вас, делает специальные упражнения, какие сегодня, уже вскоре разберем, хотя бы 5 раз в неделю, по 5-7 минут. Можете себе также записать три волшебных буквы ТЗМ, это тренажерный зал для мозга, о нем еще расскажу, вот он как раз эти 5 упражнений в неделю высылает. Либо будете повторять те, которые узнаете сегодня. 6-8 баллов. Срочно примите меры по укреплению памяти и внимания. Ну, восьмерка, это уже ближе к предыдущему варианту, а шестерка, это уже прям вот срочно-срочно изучение языков развивает память? Да, развивает. Давайте мы вопросы будем потом в конце задавать. Итак, если у вас 6-8 баллов, занимайтесь ежедневно, то есть не 5 раз, а 7 раз в неделю, и не по 5-7 минут, а уже по 15-20 минут хотя бы. И, наконец, если у вас 5 баллов и менее, необходимо немедленно обследовать состояние мозга и принимать уже экстренные меры для того, чтобы либо улучшить ситуацию, либо ее хотя бы стабилизировать. Если вы пришли в эфир, если вы справились с тем, чтобы во всех этих кнопочках разобраться и так далее, значит, не настолько еще потерянное состояние, не так все плохо, и можно помочь. И я ставлю своей целью и на сегодня, и в целом на свою профессиональную деятельность помочь максимальному количеству людей. По поводу удаления зубов, Светлана, давайте до конца дождем, когда будет блок вопросов, я отвечу. Сейчас мы не будем на это отвлекаться. Итак, сейчас, пожалуйста, внимание. Следующая фишка, она очень важна. Те, у кого особенно 5 баллов и меньше, остальным по желанию, но тоже желательно сделать, сделайте МРТ, то есть магнитно-резонансную томографию. В скобочках я написала другие принятые сокращения. Если вы за границей живете, то может быть у вас как-то по-другому это называется. Запишите себе эти сокращения. И МРТ нужно сделать как минимум шейного отдела позвоночника и головного мозга. В этом случае вы сможете понять, ваши проблемы это просто от стрессов, просто временно и просто потому, что вы не уделяете должного внимания занятиям. И, например, там с позвоночником не очень хорошо. Скорее всего, так и будет. Либо в каких-то случаях оказывается, что уже затронут головной мозг. Уже какие-то микрочастицы, так называемые точки, белые точки, возникают. То есть часть мозга не функционирует. Я не буду вас сейчас сильно этим пугать. Просто сходите, убедитесь, что все в порядке. А если не в порядке, то значит нужно принимать серьезные меры. Серьезные меры, что включают обращение к специалистам. И, помимо этого, естественное упражнение. Потому что, когда у человека возникает какая-то проблема со здоровьем, и при этом он глотает таблетки, но сам ничего не делает, не меняет свое питание, свой образ жизни и так далее, то это особого эффекта не даст. То же самое и здесь. И в большинстве случаев, я верю и надеюсь, что даже у тех, у кого по тесту совсем небольшое количество баллов получилось, все равно можно будет самостоятельно и без лишних вот этих надрывных финансовых влияний решить этот вопрос. Итак. Делала неоднократно не все в порядке. Любовь, прекрасно, что вы это делали, что вы в курсе, вот я тоже с недавнего времени в курсе, что у меня родовая травма, что мне нельзя, например, слишком много физических упражнений делать из-за состояния шейного отдела позвоночника. Но, по крайней мере, мы с вами знаем о своих проблемах, и мы, ну, по крайней мере, я предпринимаю специальные действия, чтобы поддерживать ситуацию, чтобы она не вышла из-под контроля. Поэтому остальным тоже рекомендую сделать МРТ. Тем более, что, может быть, найдете возможность пройти подешевле, это в основном достаточно дорого, ну, какие-то купонные сервисы в вашем городе могут иногда выставлять купончик, и, например, недавно в Москве несколько дней назад был купон 600 рублей на МРТ. Это так, к слову. Еще вам такая фишка. Угу, хорошо. Давайте сейчас немножко перейдем уже к более активным действиям для того, чтобы помочь своей памяти. Людмила задает правильный вопрос. Как попасть в ТЗМ? Пожалуйста, дождитесь соответствующихся в следующей части сегодняшнего занятия. Я расскажу, как попасть в ТЗМ и как это сделать по спецпредложению, то есть гораздо дешевле, чем это делают остальные. Да-да-да, расскажу в конце занятия, правильно все Дарья пишет. Итак, упражнения на память, внимание, на мышление. Они, можно их разделить на две большие группы. Те, которые направлены на тело, те, которые направлены на непосредственно на мышление. И мы с вами сегодня сделаем оба варианта. И для тела, и для мышления. Итак, приготовьтесь, пожалуйста. Можете встряхнуться, встать, растереть руки. и вот что мы с вами сейчас сделаем. Мы выполним упражнение, которое хорошо известно на востоке, в частности, в Японии, и которое помогает развивать как память, так и внимание. Итак, посмотрите, пожалуйста, на экран. Здесь вы видите исходную позицию для упражнения один, которое называется кулачки. Что мы делаем? Один кулачок, например, можно слева сделать, зажимаете, вернее, левую ладонь зажимаете в кулак. Обратите внимание, что большой палец находится сверху. Мы его не прячем вовнутрь, он у нас сверху. Вторую ладонь, все пальцы прижимаем друг к другу, и разворачиваем к себе. При этом средний палец правой ладони находится примерно на уровне мизинца левого кулака, левой руки. Посмотрите, пожалуйста, и поставьте цифру 3 те, кто понял, каким должна быть исходная позиция для кулачков. Я пока посмотрю на ваши комментарии. есть люди, которые сделали МРТ и увидели какие-то проблемы, есть те, кто сделал и проблем не возникло. Шейный отдел хороший остеопат или мануальщик вам прощупает и скажет не меньше, чем МРТ. Кто-то уже испугался, у кого-то неважно с шейными артериями был обездвижен, память фрагментарная, ничего, это я думаю можно поправить. Так, троечки идут, исходная позиция получилась. А теперь что мы делаем? Мы как будто бы перекидываем кулачок слева направо. И теперь посмотрите позиция вторая. Справа у нас зажат кулак, а слева ладонь, все пальцы прижаты друг к другу, ладонь повернута к вам. И опять же средний палец находится на уровне мизинца. И что теперь делаем? Перекидываем кулачок обратно справа налево, слева направо, лево, право, лево, право, лево, право, лево, право, лево, право, лево, право, лево, и попробуйте вот под тот темп, что я сейчас вам задала, поделать это упражнение. Какие тут возможны варианты? Либо поначалу, пока еще медленно получается хорошо, а потом уже начинается, идет раскоординация движений, то есть высокий темп не удается поддерживать, либо чувствуете, что успеваете и получается все. Давайте сейчас, чтобы я получила от вас обратную связь. Поставьте в чат плюсик те, у кого получилось, в том числе на довольно быстром темпе, минус те, у кого не получилось, и плюс-минус с переменным успехом, например, медленно получается, быстро нет, а минус тогда это будет, если в принципе не очень получается. Какие здесь особенности? Часто начинает топырщиться большой палец. Обратите внимание, он должен быть прижат и в кулаке, и в ладони. А некоторые, когда кулачок перекидывают, у них выходит уже совсем по-другому, как-то все в растопырку. Вот наш организатор Дмитрий первым поставил плюсик, быстрее всех среагировал, что да, получается, и, конечно же, организаторы этой прекрасной конференции, нашей с вами встречи, безусловно, люди с развитой мелкой моторикой и развитым мышлением. Так, смотрю, очень быстро бежит чат, много плюс-минус, это нормально, те, у кого плюс, поздравляю, научите этому упражнению кого-то из своих близких, и проследите друг за другом, чтобы выполнялось правильно, потому что даю такую подсказку, чит-код, что когда я провожу это упражнение на очном выступлении и отслеживаю, что там реально происходит с руками у людей, у многих оказывается минус или плюс-минус. Когда провожу вебинары, многие пишут плюс, а, получилось, а у самих там руки ходуном ходят в разные стороны, не скоординированно. Вот, но вовсе не обязательно у вас так. Вот, да, Ирина пишет абсолютно верно, что через несколько дней повторения все получилось. Я давала это упражнение уже на нескольких вебинарах и даже со сцены его давала на больших конференциях очных. И многие отмечают, что поначалу идет с трудом, а потом уже гораздо легче. Евгений, наш опытный практикант подобных упражнений, подписчик тренажерного зала для мозга, пишет, что как наждачкой или ножовкой по дереву, но это такое кинестетическое ощущение, когда что-то непривычное делаем руками, может оно быть. Точно, пишет любовь, именно большой палец вылезает. Ну вот, я не вижу, что у вас происходит, но уже могу догадываться, потому что видела, как многие люди выполняют это упражнение. Итак, себе его запишите для того, чтобы использовать в дальнейшем. Упражнение улучшает память, да, в том числе и память. И прекрасно подходит для внимания. Немного потренировалась, уже получается. Рассказывает Елена. Прекрасно. Что она дает, я сейчас вам рассказала. Вопрос, как его использовать дальше. перед прочтением сложных книг, документов, перед важными встречами, когда вам нужно сконцентрироваться, когда, может быть, у вас мысли летают вокруг какого-то события, а вам нужно сконцентрироваться на работе. Выполните это упражнение и соответственно оно принесет вам пользу. вот у нас здесь есть несколько участников, которые считают, что ниже их достоинства выполнять такое упражнение, что оно слишком детское или что-то еще. Можете не выполнять, но посмотрите на детей. Они как губка впитывают множество информации. У них высоченная обучаемость, запоминаемость информации, хотя и несколько рассеянное внимание у малышей, но тем не менее, поэтому может быть не стоит отбрасывать сразу. Так, показать предыдущую картинку это я могу. Очень кратко перекидываем кулачок слева направо, чтобы было как на этой картинке. Потом еще раз можете пересмотреть в записи. Да, если у вас единицы по тесту, то тем более вам это полезно. Ну, пожалуйста, старайтесь фиксировать быстрее то, что я рассказываю. Если я сейчас резко снижу темп, если я каждое упражнение буду повторять по 3-4 раза, то мы просто с вами сегодня не успеем. Мы очень ограничены по времени. Все гениальное просто. Да, да, согласна. Итак, давайте пойдем дальше. И у меня к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, в чате, какими словами вы ругаете свою память. Когда вы что-то не можете вспомнить или запомнить, или в тысячный раз уже лезете в карман в записную книжку, чтобы проверить номер собственного мобильного телефона, или в очередной раз своего коллегу не тем именем назвали, или еще хуже своего бойфренда или родственника, то как вы отзываетесь о своей памяти? Многие из вас и большое вам громадное спасибо тем, кто заранее выполнил это упражнение, написал мне, там, где было видео, там, где было домашнее задание, о том, в каких ситуациях вы сталкиваетесь с забыванием или память вас подводит и рассказали, ругаете свою память или как-то еще дырявая, тупая, еще дырявая, не ругаюсь, только хвалю, дырявая, так, у нас пока вариант дырявая побеждает, ворона, старая, черт, дырявая, склероз, совсем ку-ку, тоже классный вариант, бестолковая, блин, дырявая, есть те, кто не ругают, чудо-юдо, бестолковая, склероз, фу, никак, предпочитаю отзываться уважительно, зараза такая, бестолочь, ух, девичья, вздыхаю, балда, чертик, склеротик и так далее, так, ну что же, я вижу, что, елки-палки, ешкин кот, классный вариант, Нина, эклер, это про память, оригинально, никак, забыл, забыл, тоже вариант, угу, хорошо, вот те, кто сейчас активно писал в чате про свою память, про дырявую, девичью и так далее, и те, кто про себя отзывался каким-то словом, не буду повторять каким, сейчас все свое внимание, пожалуйста, на экран, потому что мы возьмем очередную фишку, и эта фишка, это правило номер один крепкой памяти. Заключается это правило в том, что когда мы ругаем свою память или самих себя за то, что что-то забыли, то тем самым мы программируем себя на забывание, мы говорим своей памяти, ну стань ты уже дырявой, стань ты уже старческой, себе говорим, стань старухой уже, блин, достала уже, давай, ближе к маразму, ближе к склерозу, давай, давай, давай. Это может казаться чем-то странным, но судя по тому, что многие написали, продолжают писать в чате, что не ругают свою память, либо просто промолчат, либо еще какой-то вариант стараются хвалить, то это подтверждение того, что на самом деле не надо свою память ругать. Напротив, придумайте какое-то слово, которым вы будете хвалить себя каждый раз, когда что-то вспомните. Вот я очень мало знаю людей, которые хвалят себя, причем прилюдно, вслух, когда они что-то вспомнили. И у нас с мужем даже есть такая что-то типа игры или забавной привычки, бывает, что мы что-то забыли или не можем сходу сообразить, и кто первый вспомнит, тот громко и радостно говорит суперпамять. И это говорится не иронично в случае, когда второй что-то забыл, а наоборот, чтобы поддержать, показать, что у меня-то память супер. И действительно это вроде бы элементарная фишка, она классно работает. Поэтому берите ее на заметку и не надо себя программировать на ухудшение памяти. Не надо себя программировать на преждевременную старость, маразм, склероз, идиотизм и же с ними. Я вижу, что вопросы сыплются от тех, кто с большой задержкой слушает наш эфир. Давайте так договоримся, что если что-то непонятно по тем упражнениям, которые уже прошли, то в этом случае в конце будете повторять свои вопросы. В памяти говорю, умница моя, прекрасно, Валентина. Это прекрасная привычка. Слава тебе, Господи. Да. Если говорю, всплывет и всплывает, это не программирование, хорошее или плохое. Это хорошее программирование, Таня. Да. Поэтому молодцы. Всегда хвалю себя вслух, даже если в одиночестве. Татьяна тоже прекрасный вариант предлагает. Так что вот такие дела и пожалуйста соблюдайте это правило. Мы с вами еще посмотрим, как оно влияет на нас с возрастом. И сейчас очень горячая для многих тема. Возрастные проблемы с памятью. Это миф или же это реальность? И причина действительно в возрасте. Не в чем-то там еще, а именно возраст виноват. Вот мне столько-то лет, 20, 30, 40, 90, и именно поэтому у меня с памятью начались проблемы. Давайте разбираться. Очень часто причина как раз скроется вот этих возрастных проблем с памятью в том, что мы так долго программируем память на забывание, мы такими изысканными словами ругаем себя и свою память, что у нее уже вариантов не остается, кроме как начать нас подводить. Если ребенку говорить в течение 10 или даже 5 лет, даже одного года, даже одного месяца ты дебил, ты придурок, у тебя ничего не получается, идиот, что ты тут вылазишь, то можете представить, у нас перед глазами много таких вариантов, кто из такого ребенка вырастет. А когда мы 20 или 30 лет говорим своей памяти те же самые слова и надеемся на то, что с памятью проблем не будет, ну как-то нелогично. поэтому себе листик лучше желтого цвета для активизации внимания на стенку и у меня классная память. У меня крепкая память. Моя память супер. Я умница. Вижу, что многие пишут миф. Отлично. Еще одна проблема, на самом деле крайне серьезная и как-то шутить и веселиться на эту тему. Не будем в личных событиях. Приведу такой пример. У меня в Минэкономразвитии занималась дама предпенсионного возраста. Она попала в группу по развитию памяти, где в основном были молодые, ну примерно моего возраста, 30, 28 лет, 40. Вот. И она была самая старшая и сказала мне, эпичную фразу о том, что у нее возрастные проблемы с памятью. Я спросила, они у вас как давно начались? Она сказала, два года назад. Мы с ней остались после занятия, я ее спрашиваю, что случилось у вас в жизни два года назад? Она в слезы, муж умер. То есть, когда случается какой-то сверхстресс, увольнение или экономический кризис, или то, что у нас сейчас в странах творится, или, не дай бог, потеря самого близкого, самого дорогого человека, то это очень сильно бьет по нам. Это приводит к существенным проблемам и с памятью, с вниманием, с мышлением, с мотивацией, с тем вообще, как жить дальше. И если вы присмотритесь к своим близким, особенно это, старенькие родители, если один из них уходит, второй часто просто отказывается жить дальше. И там память, не память, ну, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Мы сейчас не будем надолго останавливаться на этом вопросе, но я считаю своим долгом о нем упомянуть, потому что здесь не в возрасте дело, а в том, что вот такое событие произошло и как человек на него отреагировал. Плюс, естественно, накапливаются болячки, так называемые, и наше питание, экология, и позвоночник, который мы уже не единожды сегодня упоминали. И получаются вот такие ситуации. В мозг меньше крови поступает, плюс еще и не особо хочется что-то делать, человек не делает специальные упражнения, не делает ничего для своего здоровья, и проблемы возрасте. Итак, что в этой ситуации сделать? Можно ли улучшить свой результат? Я вам расскажу одну совсем небольшую историю, тоже из Минэконома, но это была другая группа уже в 2011 году, она практически вся была из людей предпенсионного возраста, то есть им там год, полтора, полгода осталось работать, вот они пошли развивать память. И мы с ними делали как раз тестирование, тестирование, которое входит в мой базовый курс по моей методике скорочтения и память, и на входе, обратите внимание, люди предпенсионного возраста, фактически уже пенсионеры из двух минут, у них качество было по тесту скандартное 60%. Человек в 30 лет приходит, у него 60%, человек в 50, в 60 лет тестируется, у большинства все равно 60% усвоения, ну в среднем. Мы с ними позанимались, занимались месяц, там было всего лишь 5 занятий, и на выходе что получилось по всей группе 96-100% качества усвоения текста. То есть прошли тестирование, память за месяц исправилось. Я не скажу, что ушли абсолютно все проблемы, даже те, которых не было изначально, но статистика показывает, что несмотря на возраст, можно улучшить этот результат. Вот еще у Артура пример, дедушки было 96, он все хорошо помнил, а многие известные ученые, общественные деятели, которым сейчас за 90, и как они кристально ясно мыслят, потому что они тренируются, потому что они читают, потому что они знают о тех опасностях, которые их подстерегают, и они превентивные меры используют для укрепления своей памяти. У кого-то, конечно, нет специальных упражнений, но просто человек интуитивно сам делает что-то для мелкой моторики, для того, чтобы память тренировалась, какие-то простые самые способы, незамысловатые. Возрастные колебания, там много всяких теорий, но считается, что пик такой невнимательности, забывчивости приходится вообще на 24 года. Такая теория тоже есть. Итак, мне 79 поможет, почему нет? Если вы хотите, чтобы помогло, если вы реально будете заниматься, 79 это не предел. Хорошо. Сейчас несколько тоже слов о том, так, что-то сработало, что сделать, вернее, что произойдет, если не признать вот эти существующие проблемы или опасность этих проблем, если не укреплять память. сначала это приводит к так называемым небольшим особенностям. Я вам сейчас нарисую еще одну картинку. У меня до недавнего времени была коуч, ну давайте назовем ее Лена, ей 48 лет, она очень компетентная как специалист, как психолог, с очень хорошим образованием, вообще большая умница. И мы с ней по скайпу занимались, она меня консультировала. Я вообще считаю, что у каждого тренера должен быть свой тренер, не обязательно по его собственной теме, можно по другой. И что случилось с Леной? Она то забывала о времени созвона, то есть я прихожу, я помню точно, что у нас вот сейчас должно быть занятие, должна быть сессия, ее нет в онлайне. Начинаю выяснять, она говорит, ой, а я-то думала в другое время. То путает часовой пояс. А мы с тобой разве по московскому времени договорились созвониться. Ну, надо же. То есть у нас постоянные были накладки, меня это стало уже бесить. Потом, когда я выяснила, что все дополнительные материалы, книжки, файлики, опросники и прочее, что она мне обещала прислать, она не высылает, потому что забывает, мне нужно один раз ей напомнить, второй раз, третий раз и так далее. Не Алена Закирова, нет, а Лена это выдуманное имя. Я специально изменила имя, чтобы не называть конкретного человека. Вот, но смысл в том, что постоянно она меня подводила. Я уже обратила внимание и сказала, что Лен, по-моему, у тебя какие-то уже есть проблемы. Она стала отшучиваться. Я предложила ей помощь, пройти тест, посмотреть, что там, все ли в порядке. Но она предпочла отказаться от ответственности за то, что происходит. Сказала, ой, я вся такая спонтанная. То есть реально такое впечатление, что человек просто отмахнулся от реальной ситуации. прокомментирую. Валентина, да, прекрасные комментарии. Резко ухудшилась память после стресса смерть мужа. МРТ-тесты говорят, все как у молодой, и лабораторные анализы тоже хорошие. Это значит, что вот с этим нужно поработать как раз. С последствиями этого стресса это надо пережить. Вы живете, вы нужны другим людям. Вы очень позитивно сегодня общаетесь в чате. не все на это способны в вашей ситуации. Поэтому работайте с этим и все, я надеюсь, будет хорошо. Так что если вы сталкиваетесь с какими-то небольшими звоночками, что пора задуматься, пора начать укреплять память, внимание, мышление, не надо откладывать до того момента, как это сделала Лена, что от нее уже уходят клиенты. Причем клиенты очень лояльные. Если это не поможет, дальше может быть еще хуже. Сейчас кто-то посмеется, увидев фотографию за следующего слайда, но на самом деле если с этими проблемами не разбираться, то может получиться история еще более печальная. Расскажу про друга Пашу. Вот я сегодня собиралась другую историю рассказывать, не эту, не про бабушку Пашу, но мне Паша приснился. Я, кстати, помню все свои сны, даже из них получаю подсказки, что мне стоит сделать на следующий день, что не стоит, заключать договор, не заключать и так далее. Вот, и мне приснился Паша, я не поняла к чему, и потом вспомнила про его бабушку, и что, наверное, нужно рассказать вам об этой истории. Паша живет с мамой и бабушкой, у них финансовая ситуация не очень хорошая, хотя Паш мой ровесник, и стали они замечать, что бабушка постепенно утрачивает контроль над памятью, в принципе, над собой. Обратились к государству, государственное, в поликлинике им сказали старческая деменция, скоро бабушку, бабушка начнет чудить, такое слово применили, ну, то есть вести себя неадекватно, и что, в принципе, ну, вот вам сильное, это даже не успокоительное, подавляющее психику, или как вот правильнее сказать, лекарство, которое бабушку просто вырубит, вот вы ей давайте, чтобы она не буйствовала, и, собственно, ну, это все, потом храните. Может, через год, может, через 10, ну, вот, мы вам не поможем. При этом денег на лечение вылечить в такой ситуации, если не на 100%, то хотя бы стабилизировать ее, чтобы не ухудшалось, это реально. Но это стоит, я узнавала и говорила тоже с врачами, по Пашиному случаю, 150-300 тысяч рублей это в первые два месяца. и как раз у семьи таких денег не было. И они решили, что просто запереть бабушку дома. Там ей какое-то успокоительное, она дома какое-то время просидела, запирали ее комнату на ночь, чтобы она не бродила, и потом Паша рассказывает, однажды ночью слышит какие-то жуткие звуки, не понимает вообще, что это, разбой, грабеж, бандиты, в чем дело. Выходит бабушка с топором, она прорубила выход из своей комнаты, которая была заперта, и с топором направлялась в спальню к матери. Увидев Пашу, она сказала, о, мой любимый внучок, ты меня не бойся, тебя я не убью, а вот эту пи, не буду цитировать дословно, то есть собственную дочь, я пойду замочу. Ну, Паша мне это рассказал в качестве прикола, это не прикольно. И если бы государство помогло, если бы у этой семьи были деньги, если бы сама бабушка вовремя заметила проблемы, попросила помощь, и, ну, хотя бы воспользовалась элементарными упражнениями, чтобы сильно хуже не остановилась, вот, это как раз вот могло бы в этой ситуации помочь. Я думаю, что у многих есть подобные истории на заметке, подобные знакомые, и лучше до этого не доводить. Почему так происходит? На мой взгляд, причина, одна из причин в том, что внешнюю красоту и здоровье, в том числе не красоту, отсутствие здоровья, легко увидеть, поэтому вырос целлюлит, или появились морщины, и мы бежим что-то делать, как-то улучшать ситуацию. А внутренняя красота и внутреннее здоровье, в том числе головного мозга, не особо-то и заметны. Но на самом деле это не так, и человек с проблемами, он со стороны виден, он не всегда сам это понимает, но когда человек подводит окружающих, и это многие считают безалаберностью, безответственностью, что это плохой человек, а на самом деле ему просто уже нужна помощь специалиста, или хотя бы самому начать тренироваться, то вот такое тоже очень сильно бывает заметно, и гораздо больше бросается в глаза, чем какая-то морщинка или какие-то пара лишних килограммов. Тамара, я вас поддерживаю за ваше смелое решение, что да, муж умер, вы продолжаете жить, и вы не хотите в виде осадка лежать где-то на дне жизни, на дне болота, а вы хотите быть активной, здоровой и счастливой. Давайте сейчас выполним специально для любови и других участников эфира упражнения, которое поможет развить в данном случае внимание. Упражнение называется «Белая комната». Сейчас можете встать, встряхнуться, и мы выполним небольшое упражнение, которое поможет развить внимание, причем внимание к деталям, концентрацию внимания, и в этом упражнении есть небольшое подводное дно, которое может быть вас удивит. Итак, в чем заключается задача? Все мы сейчас находимся в каком-то помещении. У кого-то оно больше, у кого-то меньше, но помещение есть. Посмотрите по сторонам и сосчитайте все белые предметы или те предметы, которые содержат какой-то белый элемент. И напишите цифру в чате. сколько белых предметов вы сможете найти. Давайте договоримся, если у вас, например, лежит на столе бумага, пачка бумаги белого цвета, не надо каждую бумажку подсчитывать, считайте это как один. Если у вас стопка белых тарелок, не надо считать каждую тарелку, можете тоже как единицу это посчитать. здесь не столько цифра важна, а то, что вы сейчас сконцентрируете свое внимание на поиске предметов, которые обладают определенным признаком, то есть являются белыми. Жду цифр в чате, сколько вы обнаружили белых предметов. В идеале это делать примерно за минуту. Что-то для пожилых людей еще можно. То, что я сейчас даю и кулачки, и белая комната, это подходит для людей абсолютно любого возраста, поэтому вебинар так и называется, что можно развить память и внимание в любом возрасте. И если нужно что-то более уже специфическое, то вы зададите свой вопрос в конце. Итак, пошли варианты ответов. Вот очень много это не ответ, все цифры принимаются, потому что здесь не может быть какого-то правильного решения, что ты прав, а другой не прав. Итак, вы сейчас сосредоточились, сконцентрировались и нашли белые предметы. Сейчас вторая часть задания, посмотрите по сторонам и найдите еще больше белых предметов. Те, которые в первый раз не заметили. Вам нужно еще более пристально всматриваться и найти еще белые предметы. И в этом случае напишите в чат плюс, например, 2, плюс 15 или сколько дополнительно, то есть плюсом к предыдущим найденным вы еще нашли. Жду ответов в чате. пока еще идут ответы на предыдущий вопрос. 52 вещи на полке заодно принимала много мелочей. Ксения, прекрасно, что вы сейчас не поленились и действительно не поверхностно выполнили это задание, а очень подробно. Итак, у нас пошли плюс 3, 5, 5, 4, 6, 4, 3, 9, 6, плюс 20, плюс 1. По-разному. Но то, что вы смогли еще найти, это очень хорошо. Значит, вы еще больше усилили свою концентрацию. Помните себе, это второе упражнение, первое у нас было кулачки, еще у нас было несколько фишек, а это упражнение, я его называю белая комната. Ну, можно себе написать, что не обязательно искать белые предметы. Вы можете искать стеклянные, можете искать холодные, можете искать круглые и при этом желтые. И таким образом это упражнение можно делать хоть каждый день для развития внимания. И, например, для развития памяти еще припоминать, что вчера я больше предметов нашел, а сегодня меньше. Вот такое упражнение. Его, кстати, полезно делать, те из вас, кто писал, что есть собственный бизнес, полезно делать перед переговорами, заходите заранее в переговорную комнату, поискали белые предметы, коричневые, какие-нибудь еще. И за счет этого сконцентрировались, вы находитесь здесь и сейчас, ваши мысли не летают, не витают где-то в облаках. Вот такая особенность этого упражнения. И можно на его основе придумывать всякое разное. Давайте двинемся дальше. И я заметила, что некоторые женщины, которые присутствуют в чате нашли очень большое количество предметов. И в этом заключается особенность женского внимания, что женщины больше концентрируются на деталях, мелочах, нюансах, причем как зрительный канал это воспринимает, то есть сразу много деталей видят, сразу много белых предметов. Также и при чтении книг могут помнить детали, но в целом не могут сформулировать основные идеи автора. Или, например, запомнят, какой галстук у нового знакомого, но как его зовут, откуда он, чем занимается, не запомнят. И сейчас будет специальная фишка, специальная для женщин. Она заключается в следующем. Концентрируйтесь на главном. Вы знаете теперь об особенности своего внимания. Поэтому меньше беспокойтесь о деталях. Вы их и так увидите, вы и так их запомните. А вот на имени нового знакомого, а не на его галстуке, на главной идее статьи, а не на каких-то мелких деталях, на этом концентрируйтесь. Можно выполнить упражнение белая комната, можно выполнить другое упражнение из тренажерного зала для мозга. На внимание мы каждую неделю публикуем упражнение и это вам поможет лучше сконцентрироваться. Так сколько на самом деле, Светлана, поскольку искали каждый в своей комнате, а не на картинке, может быть вы решили, что на картинке надо на слайде искать, то верного ответа не будет. Но в данном случае важно не сколько вы нашли, не привязывайтесь к этому, а к тому, что вы потренировали свое внимание. Итак, сейчас мы возьмем третье упражнение, которое очень полезно для тренировки вспоминания информации. Я видела по вашим предварительным вопросам, некоторые писали, я прекрасно запоминаю информацию, а вот вспомнить потом, вот это уже для меня проблема. Если у вас есть такая же проблема, такая же трудность, вы точно знаете, что недавно видела этот документ, но где он сейчас, или недавно я говорил с этим человеком, но о чем говорил не помню и так далее, или подыскиваете слово, не можете вспомнить, что это такое, то в этом случае выполняйте упражнение номер три, которое называется «Сто слов». Его сценарий таков, вы выбираете тему и затем на эту тему произносите вслух без запинки сто слов. Предлагаю сейчас потренироваться на очень весенней предпраздничной теме. Это тема «Цветы». Что нужно сделать? Сейчас, пожалуйста, вслух, без запинки называйте слова и их подсчитывайте. Слова либо это могут быть виды цветов, либо что-то связанное с цветами, например, праздник, подарок или что-то еще. И напишите потом в чат сколько вы смогли произнести слов без запинки. Сто слов с первого раза далеко не всегда получается. Может, это будет 10 слов, может, 20. Вот где запнулись, подсчитайте и пишите в чат. Синонимы? Нет, не синонимы. Синонимов столько не наберется. Пошли первые цифры. 5, 18, 10. Я немного подожду. Буду ли я предлагать подписку на наш журнал? Да, Галина, буду и рада вас видеть в эфире. Еще 5, 6, 9. Можно более актуальную тему. Потом самостоятельно можно начнить из цветов, чтобы можно было сравнить свой ответ с другими. 2, 45. Ольга, отлично. 6, 7, 5, 7, 11, 15, 18, 9. У большинства небольшое количество, очень небольшое количество слов. Мы недавно проводили это упражнение для как раз тех, кто с нами давно занимается и там результаты. Как минимум 2-3 раза были выше. Ну вот есть и 38, и 32, но в основном мне очень удалось сразу вспомнить. в дальнейшем выбирайте любую тему и обратите внимание, среди вас есть преподаватели. Вы можете выбрать тему из своей профессиональной деятельности. Нужно вам, например, выступить с лекцией по какому-то вопросу. Берете эту тему и по ней 100 слов. Также это помогает писателям, авторам статей и книг для того, чтобы использовать более широкий словарный запас. Многие грешат тем, что повторяют одни и те же слова в одной статье. Это смотрится не очень хорошо. Вот это дополнительные фишки для представителей определенных профессий и направлений. Заканчивают упражнения те, у кого побольше получилось в районе 20-30. Ну что же, для начала неплохо. Запинки начинаются рано. Бывает и такое. 100 слов это круто. Я дала вам упражнения очень разные. Мы могли бы поработать с мелкой моторикой и на мелкую моторику взять десяток упражнений. Я дала специально и для мышления, и для памяти, и для внимания, и для тела. Чтобы у вас был хотя бы самый-самый минимальный набор. Вот зачем это сделано. Поэтому мы здесь. Отлично, Игорь. Итак, сейчас напишите пожалуйста в чате понравилось ли вам сегодняшнее занятие. Я понимаю, что кто-то больше доволен, кто-то меньше доволен, кто-то сильно опоздал. Тем не менее, получили ли вы что-то для себя полезное? Какую-то фишку, какое-то упражнение, какую-то информацию. Можете просто поставить плюсик, восклицательный знак, или что-то еще. для того, чтобы я получила обратную связь. Хорошо пишу, но говорить бывает затруднительно. Такая трудность есть у некоторых людей, в том числе пишущих. И как раз в этом плане полезно сто слов именно проговаривать. Пошли плюсики. Спасибо. Спасибо тем, кто поддерживает. Вопросы напоминаю позднее. Лично поговорить на консультации можно. Это я с корочтением смогла буквально пару вопросов вытащить в бегущем чате. Большое спасибо. Пожалуйста, сейчас не расходитесь, потому что я как раз отвечу на вопрос Сергея. Как укрепить память и внимание за 7 минут? Итак, что дальше? Вы сейчас получили информацию. Кто-то сидит делает кулачки, кто-то для себя делает пометки, какому специалисту сходить, что сделать, а кто-то просто пойдет очень простым путем. Он сделает вид, что ничего не происходит, что если у него мало баллов получилось сегодня в тесте, то это тест кривой, то это бадить, что-то там наврала специально со злым умыслом, что проблема с памятью это у других, а у меня все в порядке. То есть фактически это мой бывший коуч член и множество других людей. Можно будет маскировать свои трудности от родственников, чтобы они не догадались, что что-то не так, что что-то вас беспокоит, и вы что-то забываете, что вы в очередной раз потеряли свой паспорт или нужный документ. Что же, такой путь тоже есть, и большинство людей, к сожалению, выбирает его. Но вы сегодня здесь. Многие из вас ставят плюсы, и это свидетельство того, что вы получили для себя нечто ценное. Поэтому я надеюсь, что вы пойдете по второму пути. Он сложнее, но он гораздо более плодотворный. И многие из вас уже стоят на нем. Он заключается в том, что вы берете на себя ответственность. Если есть какие-то проблемы с памятью, вы себе говорите, да, эти проблемы есть. Если внимание шалит, значит, да, нужно заняться развитием внимания. Если болит позвоночник, и из-за этого головные боли трудно соображать, значит, нужно в этом направлении действовать. И очень важно не просто сейчас гордо поставить галочку себе, что да, я взял на себя ответственность, или взяла ответственность, а именно начать действовать. Как я сейчас скажу. И это поможет либо предотвратить для тех, у кого по тесту все. в порядке предотвратить проблемы с памятью и вниманием, либо остановить их, стабилизировать ситуацию и во многих случаях даже ее значительно улучшить. Что для этого нужно сделать? Пожалуйста, запишите себе краткий алгоритм действий, особенно те, кто не успели на первую часть, кто что-то пропустил. Я это говорила, но сейчас очень кратко для вас повторю. первое. Соблюдайте правила номер один крепкой памяти. Заодно небольшая проверка для вашей памяти. В чем заключается правило номер один крепкой памяти? Проговорите это вслух или запишите для себя. Можете в чат написать. Второе. Если нужно, особенно если у вас по тесту 5 и меньше баллов, пройдите обследование, то есть сделайте МРТ. Хотя бы начните с мозга. Можно не обязательно сразу все. Мозг проверили, мозг в порядке. Значит уже немного отлегло от сердца, уже все не так страшно. Третий пункт. По возможности, если финансы позволяют, остеопат или мануальщик. Но я выделила жирным шрифтом остеопата, потому что мне остеопат больше подошел, но это вовсе не обязательно у вас будет так. Четвертый пункт. Регулярно выполняйте упражнения для памяти, внимания, мышления и прочих полезных функций. Что значит регулярно? Опять же, в тесте все это прописано было в ответах, вернее, в рекомендациях по группам. Если у вас с памятью в целом все хорошо, то хотя бы 5 раз в день по 5-7 минут. Те упражнения, что мы брали сегодня и те, которые вы сможете получить дополнительно. Если не так хорошо, как хотелось бы все с памятью, то 7 раз в неделю по хотя бы 15-20 минут. Те же самые упражнения. Они одинаковы для всех ситуаций, потому что в целом поддерживает наш мозг. Да, спасибо, написали в чат в чем заключается правило номер один крепкой памяти. Прекрасно. Кулачки буду делать ежедневно. Супер, я их тоже делаю практически каждый день. Мне они очень нравятся. Но это всего лишь одно из упражнений, так же, как и то, о котором Андрей написал. Поздно подключилась Алла. Ну, потом, если останется время, поговорим еще раз о памяти, о правиле памяти номер один. А сейчас специально для тех, кто уже задавал вопрос, для тех, кто выбрал для себя второй путь, на мой взгляд, это правильный путь, то есть взять ответственность и начать действовать. Как лучше всего тренироваться, чтобы укрепить свою память. Для участников сегодняшнего эфира я подготовила специальный комплект, который называется «Крепкая память в любом возрасте». И если вы остались до конца, не потому, что вас кто-то наручниками пристегнул к столу, а потому, что вы что-то полезное для себя узнали, услышали, то обратите внимание на этот комплект. У нас скоро в левом верхнем углу появится баннер с описанием, можно на него нажать и попасть на страницу с описанием комплекта. Что в него входит? Давайте я вас познакомлю. Вот уже баннер появился. Большое спасибо нашим модераторам. Первый курс, который входит в этот комплект, называется «Память и скорочтение». И обычная его стоимость составляет 4390 рублей. Давайте пока сейчас немножечко подождем с вопросами. На вопросы я отвечу после того, как познакомлю вас с этим комплектом. В этот курс входят два теста на скорость и качество чтения. И также тест на психотипы. Мы сегодня об этом не упоминали. На самом деле это очень горячая фишка. Это очень полезная для каждого человека тема. О том, как связаны память и ваш психотип. было бы наивным полагать, что абсолютно всем людям подойдут одни и те же упражнения. Даже на сегодняшние довольно нейтральные упражнения реакция была достаточно разная у нас в чате. И поэтому вот в этом курсе, который называется «Память и скорочтение», это базовый курс моей методики пятичасовой, там содержатся конкретные упражнения на запоминание в зависимости от психотипа и тест на психотип. Также там я рассказываю о механизме работы памяти, который на сто процентов объясняет, почему что-то запоминается, а что-то нет. И если у вас такая ситуация, что не удается запоминать имена или числа, или не удается выучить английский язык в его шесть лет или десять, мучаете, учите, но при этом никак не выучите. то в этом случае вам очень поможет механизм работы памяти, вы поймете, почему что-то запоминается, а что-то нет. Также в этом курсе я даю алгоритм чтения книги за 15 минут для тех, кто любит читать, хочет читать и хочет делать это эффективно. Еще делюсь двумя способами конспектирования. Один известный достаточно это майндмэпы или интеллект карты, которым мы обучались у Тони Бьюзена, а другой его практически никто не знает. То есть он очень редкий, при этом очень эффективный и кроме как на этом курсе или на других наших курсах я не знаю где вы его возьмете. Также для защиты мозга от преждевременного увядания практикум антиципация. Что это такое узнаете из курса. И как можно начать быстрее без скорочтения просто передвинув стол или настольную лампу. Даже такое возможно. Еще в этот курс входят упражнения для зрения и правильные таблицы Шульты. Обратите внимание правильные. В интернете 99% этих таблиц выдается с ошибкой фатальной для скорочтения а в некоторых случаях и для зрения. И этот курс он действительно стоит своих денег 4,390 потому что это самая основа методики очень кратко и для быстрого результата. Буквально за 3-4 недели вы сможете достичь уже хороших результатов и значительно укрепить память повысить скорость чтения. Так ссылка на ваш сайт зайдите по баннеру там ссылка на наш комплект. Вот отзыв одной из выпускниц этого курса. Можете не читать полностью кто еще не владеет скорочтением хотя бы посмотрите на самое основное. На входе ее скорость составляла 403 знака в минуту это ниже среднего. Качество было 55%. На выходе 2000 знаков в минуту и качество 100%. Это реальные невыдуманные результаты. Пожалуйста проходите по ссылке ссылка на описание этого курса и остального комплекта потому что в комплект не только этот курс входит а еще другие. Эта ссылка есть в чате Дмитрий ее разместил и слева при нажатии на баннер. Еще один отзыв не обы кого а Алексея Волкова большого начальника из Южного Сахалинска. Он отмечает что во-первых помогает методичка а в этот курс входят три методички очень подробные и помимо этого начинают ворочаться мозги то есть мышление активизируется некоторые из вас почувствовали подобное когда выполняли сегодня кулачки или например упражнения сто слов а там таких упражнений больше что еще входит в комплект курс Алины Максимовой это моя ученица преподает по моей методике управление памятью по методу Аткинсона туда входит сборник очень большой сборник упражнений на все аспекты памяти в том числе и на вспоминания для тех кому это актуально обычная стоимость 890 рублей гритт